В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте! О событиях города и области расскажем прямо сейчас. Основные темы выпуска сегодня. Например, последний танец «Заблудшие души» с безголовыми нашими героями. Это премьера. Мы её готовили очень давно. Любовь с первого взгляда. Артисты мюзик по «Золушка» представили своё видение классической сказки. Я очень надеюсь, что детям всё понравилось, потому что это живые эмоции. 23 плюс 8. В школе номер 4 прошли весенние весёлые старты. Последите за своей безопасностью, соблюдайте правила дорожного движения. Скоро снахожим. Большое спасибо. Очень приятно. Спасибо вам. Предъявите вашу улыбку. Цветочный патруль на дорогах области. Малыши детского сада «Ласточка» порадовали маму спектаклем. В нашей художественной школе выставка стала традиционной. Она посвящена Всероссийскому дню кошек. Котовасия. Милкающая выставка юных художников в Десногорске. А теперь об этих и других событиях подробнее. Появились первые официальные ответы в громком деле по массовому мору рыбы в Гжатте. Рыбнадзор обнародовал результат своего расследования. В воде реки, где погибло более 900 особей рыбы, химических загрязнений не обнаружено. Материалы дела в скором времени передадут в прокуратуру. Окончательно разбраться в ситуации и привлечь виновных должен Следственный комитет. Тем не менее, споры в социальных сетях не утихают. Большинство пользователей уверены, что виновником мора рыбы является крупный деревообрабатывающий завод. Напомним, ЧП произошло в январе 2019 года. Тогда в реке Гжать местные жители обнаружили всплывшую вверх брюхом мертвую рыбу. Противостояние Золушки с мачехой и глупыми сестрами. Сказка известная всем с детства. При этом классический сюжет истории каждый представляет по-своему. Своей интерпретацией сказки Золушка с десногорцами поделились артисты одноименного мюзикла. Оказаться на сказочном балу и познакомиться с принцем – мечта, пожалуй, у каждой юной девочки. 5 марта этой идее отчасти удалось сбыться. Артисты мюзикла Золушка мастерски воплотили идею сказки на сцене. Здесь была и мачеха, и вредные сестры. И, конечно, прекрасный принц. Путь к счастью даже в сказках не всегда прост. Героине пришлось пережить гонение и испытание, которое подготовила ей судьба. Обновленный киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики стал отличной площадкой для такого масштабного и красочного проекта. Качество постановки и технические возможности зала погрузили зрителей в сказочную атмосферу. В постановке было много специально подготовленных хореографических номеров. У нас было очень много примеров хореографии. Например, последний танец «За блудшие души» с безголовными нашими героями – это премьера. Мы ее готовили очень давно, с сентября. Зрелище с безголовыми фигурами создало очень волнующую атмосферу. Должное впечатление от этого номера было достигнуто. Мюзикл и свои таланты показали артисты коллективов города. Сквозь певи улицы, певоманки целуются, Понятые крылья и счастные любви. Были премьеры вокальные. Некоторые песни специально разучивались именно для нашего музыкала. Главную вокальную роль исполнили артисты студии эстрадной песни «Ренессанс». Выполнить поставленную задачу певцам помогали артисты из «Калибри», «Каприз» и других коллективов. Всего же представлений задействовали около 200 человек. Уровень сложности постановки удалось узнать из первых уст. Некоторые движения были очень сложные, и одно движение было трудно, очень трудно, сложное. Тем не менее, с поставленной задачей артисты справились на отлично. Замечательное выступление мне понравилось. Очень сложная постановка. Я думаю, что режиссер-постановщик постарался. Все номера прекрасные, ну просто замечательные. Мюзикл «Золушка» пополнил собой копилку ярких и запоминающихся событий Десногорска. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Грант на 5 миллиардов рублей. Такой приз за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятие проводится по поручению президента России. Подать заявку на участие могут малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. 5 миллиардов уже предусмотрены в федеральном бюджете и будут распределены среди городов, которые предоставят лучшие проекты. На заседании в администрации Смоленской области о своих проектах рассказали главы Вяземского и Ярцевского районов, а также города Десногорска. В Вязьме хотят благоустроить привокзальную площадь – важный исторический и культурный объект. Представители Ярцева планируют обновить центральный парк культуры и отдыха. Глава Десногорска Андрей Шубин предоставил проект по ремонту набережной города, а также благоустройству всей парковой зоны вдоль берега водохранилища. Стоит отметить, что некоторые работы по благоустройству на этих территориях в Десногорске запланированы уже в текущем году. Они будут проводиться в ходе программы комфортной городской среды, а также на средства Росэнергоатома. Губернатор области Алексей Островский заявил о готовности поддержать эти проекты во всероссийском конкурсе. Объединить два праздника в один – такая идея пришла ученикам четвертого класса и их родителям. Семьи посоревновались в дружных веселых стартах, а потом восстанавливали силы за праздничным столом. Вместе с ребятами на праздники побывала и наша съемочная группа. Сезон болезни внес свои коррективы не только в распорядок дня многих жителей Десногорска, но и в праздничное расписание. Праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества в некоторых учебных заведениях были отменены, но коллектив одной из городских школ нашел выход из положения. 6 марта в школе номер 4 Десногорска один большой праздник был приурочен и ко Дню Защитника Отечества, и к Международному женскому дню. Желающих поддержать эту идею оказалось немало. Викторины, спортивные конкурсы и эстафеты подарили участникам отличное настроение. Обязательное условие участия – ученик при поддержке взрослого. Важность семьи и семейной поддержки – негласный посыл дружных соревнований. Мы устроили веселые старты, семейные веселые старты, чтобы принимали участие и дети, и родители, чтобы все вместе поиграли, посмеялись, дружно провели время. Я очень надеюсь, что детям все понравилось, потому что это живые эмоции, которые, наверное, ничем не заменишь. Программа праздника никого не оставила равнодушным. Живых эмоций действительно хватило всем. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Дисна ТВ. О перспективах демографической ситуации в Смоленской области говорили на совещании с главой региона Алексеем Островским. Руководители департамента в Смоленской области доложили о том, что было сделано в сфере здравоохранения. Проведенные мероприятия по формированию семейных ценностей помогли снизить число абортов за последние пять лет на 22%. Для семей с детьми предусмотрены более 20 мер социальной поддержки, 11 из которых реализуются за счет бюджета Смоленской области. Сама же встреча прошла в новом перинатальном центре, открытие которого стало главным событием здравоохранения Смоленской области. За время работы в стенах учреждения родилось более 700 малышей. 7 марта сотрудники Десногорской госавтоинспекции присоединились к всероссийской акции МВД России 8 марта в каждый дом. Инспекторы вышли на дороге не только с жезлом, но и с цветами. Подробности в сюжете. Уже не в первый год полицейские всей страны организовывают весеннюю акцию. Десногорские инспекторы с удовольствием к ней присоединились. Акция состоялась на центральном кольце города. Полицейские останавливали женщин за рулем и торжественно поздравляли. От лица отделения ГИБДД по городу Десногорскому хочется поздравить вас с покупающим международным женским днем. Соблюдайте дорожное движение, скоростной режим, не забывайте о своей безопасности. Спасибо большое. Спасибо. Сотрудники госавтоинспекции также предоставили возможность поздравить всех женщин с праздником и другим мужчинам. Дорогие девушки, женщины, девчонки, бабушки, поздравляю вас с наступающим международным женским днем. Желаю вам всего самого хорошего, весеннего настроения, радости и любви. В этот солнечный ясный день поздравительные слова получили не только автолюбительницы. От лица всего ОМВД по городу Десногорскому и подразведения ГИБДД в частности Хочется поздравить женскую половину человечества с международным женским днем, пожелать всего наилучшего, счастья, здоровья. По мнению стражи порядка, такие знаки внимания не только дарят хорошее настроение десногорцам, но и укрепляют взаимоотношения граждан и полиции. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Расганова, Десна ТВ Необычное, но как всегда действенное и эффективное мероприятие провели и смоленские автоинспекторы. На площади Победы они вручали женщинам-водителям цветы и памятные буклеты по безопасности дорожного движения. Приятный сюрприз довершался напутствием. Инспекторы желали домам семейного благополучия, здоровья и безопасной езды. Такие благородные поступки были поощрены лучшей наградой, искренними женскими улыбками. В детском саду «Ласточка» прошел праздничный спектакль. Малыши подготовили выступление по мотивам своей любимой сказки «Курочка ряба». Поддержать юных артистов пришли мамы и бабушки. Подробности в сюжете. Праздничный концерт в честь 8 марта показали самые маленькие воспитанники детского сада. Все малыши старались вести себя, как взрослые актеры. Дети много пели и танцевали, читали стихи. Огромную поддержку юным артистам оказывали воспитатели детского сада. Вместе с детьми они сделали этот весенний концерт солнечным и теплым. Готовились к выступлению маленькие таланты долго и упорно, но результат того стоил. Выступления малышей были наполнены любовью, потому что они очень старались для своих любимых и нежных, красивых и добрых мамочек и бабушек. После выступления всех малышей ждал сладкий подарок и игрушка. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Время рыцарей прошло, но подвиги ради милых сердцу дам совершаются и по сей день. К 8 марта мужчины оформят около 250 тысяч микрозаймов на покупку подарков своим женщинам. В денежном эквиваленте эта сумма превысит 2 миллиарда рублей. Авторы исследований отмечают рост показателей по сравнению с прошлогодними значениями на 400 миллионов рублей. Это объясняется менталитетом россиян и экономическими условиями в стране. Традиция отмечать праздник даже при отсутствии достаточных доходов вынуждает многих прибегать к использованию заемных средств, отмечают аналитики. При этом половина всех подарков приходится на косметику и парфюмерию. 1 марта в России отмечали День кошек. Не оставили без внимания этот праздник и воспитанники детской художественной школы Десногорска. Свою любовь к усатым-полосатым и не только они выразили в своих работах. Подробности в сюжете. Более 60 рисунков представлены на выставке «Катавасия». Работы выполнены в разных техниках и не похожи друг на друга. Это портреты кошек и сюжетные композиции. Работу выполняли дети разного возраста. Полёт их фантазий на тему кошачьих не имел границ. Поэтому кто-то из усатых отправился в космос на ракете, а кто-то пил чай на веранде. Одним розчерком карандаша уже живая кошка сидит, побежала, она изогнулась, она живая. Работы юных художников яркие и необычные. Они все без исключения понравились ценителям искусства и котов. Мне нравятся все работы на этой выставке, на которых изображено много котов. Потому что я очень люблю котиков. Значительная часть рисунков принадлежит кисти одной ученицы – Дарьи Мяснянкиной. У девочки нет дома кошки, поэтому её музами были уличные коты. Она удивительно точно передала в своих рисунках характеры разных котов. Познакомиться с пушистыми персонажами может каждый. Мы приглашаем жителей нашего города и гостей посетить эту замечательную выставку. Зарядиться позитивными эмоциями и весенним настроением. Выставка продлится до 22 марта. Затем часть работ отправится в Вязьму, где будет проходить региональный конкурс «Веселая Котовасия». Велета Ефименко, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Дорогие наши телезрительницы, коллектив Десна-ТВ и я, Олег Соловьев, поздравляем вас с весенним праздником. Желаю вам всегда оставаться красивыми, любимыми и желанными. Пусть вам сопутствует счастье, удача и успех в делах личных и служебных. С праздником вас! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова